День защитника отечества. Почему-то принято считать, что это мужской праздник. А ведь на самом деле защитниками отечества могут быть и представители прекрасной половины человечества. Так что 23 февраля это еще и женский праздник. Убедимся. Хотела стать врачом, рассказывает Ирина, но так получилось, что в 18 лет пришла работать в тогда еще милицию. И вот уже за плечами 13 лет патрульно-постовой службы, фотографии рабочих будней и не совсем рядовых событий. Вот это вот наш скромный полицейский олимпийский завтрак перед заступлением на службу. Вот эта большая палатка, это столовая. Туда мы приходили около пяти часов утра, завтракали и шли на службу в центр приветствия спортсменов. В 2014-м Олимпиада в Сочи, а в прошлом победа в конкурсе профмастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы. Участвовала за компанию, а вышло так, что оставила позади всех мужчин. Самое главное, говорит Ирина, просто делать то, что ты должен делать. Каждый день общаешься с людьми, каждый день кому-то помогаешь. Люди у нас разные, но очень часто приятно слышать от людей слова благодарности. Говорят, большое спасибо, вы нам очень помогли. И это как-то радует, это вдохновляет. То есть ты не зря ходишь на работу. Главное наше предназначение – это помогать людям. Помогать, а если надо, и задержать. Поваляться в грязи, надевая на злодея наручники – такое чуть ли не каждый день, говорит сотрудник полиции. Использовать огнестрел, к счастью, не доводилось. Но если потребуется, то… Огонь! Оружие к осмотру. Осмотрено. А еще Ирина пять лет, как закончила вышку. Получила диплом и могла бы легко уйти в другую службу. Уже стать капитаном полиции, но, говорит, тогда бы она не была собой. А вот ходить вечерами по улицам любимого города и непосредственно помогать людям, будучи простым полицейским патрульно-постовой службы – это и есть ее предназначение.